Art Deco Visionnaire, он отличается именно тем, что это идут натуральный камень, металлические вставки и все натуральная кожа. Некоторые поставщики не берутся за такие модели. Этот поставщик сказал, что сделает все. Мы сейчас находимся в цехе покраски поставщика. И поставщик нам только что уже предоставил информацию о том, что для покраски они используют только американскую марку, которая называется Sherwin-Williams. Эту марку вы можете пробить в интернете. Это американский бренд по лаку и краске. То есть он не работает с китайской краской, что сразу же повышает его стандарты среди других поставщиков. Они используют очень высококачественную основу для диванов. И она полностью идет уже зашлифованной. То есть, как вы видите, у некоторых каркасов диванов, у некоторых поставщиков вы также видели у нас на видео, что идет шершавая поверхность, занозы и так далее. Здесь мы этого уже не видим. Здесь все полностью у нас зашлифовано. Каждая часть дивана, хотя она будет полностью закрыта, и уже клиенты ничего этого не заметят. Оформление правильное. Я уже говорил вам в предыдущих выпусках. Обязательно обращайте на внутреннюю часть подушки. Она не должна быть текстильной. Она должна быть как продолжение материала. То есть, если у нас эта подушка идет из замши, то и часть, где проходят дырочки, чтобы эта внутренняя часть дышала и воздух из нее выходил, она тоже должна быть из общего куска замши. Он не должен быть тканевый, если это тканевая и конкретная подделка. Итальянская неоклассика. Опять мы видим Витория Фриджерио. У нас идет изголовье. Мы не видим основную часть кровати. Ее еще не сделали, но уже мы видим только изголовье. Оно сделано из замши, голубой небесный цвет. Но сзади идет стандартный тканевый материал. То есть, ничего такого интересного нет. Но само изголовье сделано очень красиво. Прозрачный комод Baxter. Поставщик за все свое производство сделает какие-то только два. Не каждый осмелится поставить себе такой домой. Но выглядит очень интересно. Больше похоже на витрину, куда мы будем выставлять свои самые вкусные пирожные, макароны и кексы. Чтобы каждый гость, заходя к нам домой, говорил, что это может быть я это попробую? Это просто шик в лес. И вообще, вот это вот все я хочу сегодня к себе домой. Логотип дизионера полностью идет лазерный. А теперь специально для нас. В 9 часов вечера мы сегодня пришли к нему. Нам откроют шоу-рум. И посмотрим это царство реплик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это очень мягкая подушка. Но мы сейчас не говорим о подушке. Хотя это очень классная подушка. Но она, наверное, стоит очень дорого. Не факт, что мне ее позволят забрать сегодня. Мне очень понравился этот диван. Здесь используется специальная 5-миллиметровая кожа. Она накладывается сверху на диван, который идет из эко-замши. И создает такую интересную текстуру и форму. Как будто что-то облегает сверху. Очень интересная модель дивана. Здесь просто не хватает бокала красного вина, чтобы я сел здесь и обсуждал последнюю книгу, выпущенную профессором Морионом. Кресло Визионер. Мы вам уже говорили, на что обращать внимание. А именно на швы. Швы у профессионалов не будут накладываться друг на друга. Что нам понравилось в этом кресле? Именно то, что все швы идут одной линией. Наложения шва на шва такого не присутствует. Также мы хотели бы заметить, что здесь очень хорошие чистые сплавы. Используется лазерный логотип Визионер. И сохраняется вышивка с логотипом. Это очень важно. То есть здесь присутствуют два элемента Визионер на одном кресле. Представлена у нас здесь коллекция Людовика Мощерони. Итальянский бренд. Здесь также представлены реплики. Очень интересные диваны. То есть у нас здесь идет специальная такая композиция узоров по бокам. Они относительно твердые, что держат форму. Диван идет... Кстати, диван идет очень мягкий. Прямо чувствуется, что здесь идет трехслойный, четырехслойный поролон. И пуховая прослойка. А также еще очень интересные столики-пуфики в этой коллекции. То есть видно, что вот этот вот большой пуф, он идет относительно мягкий, относительно твердый. То есть здесь можно, в принципе, посидеть с другими людьми, поддержать беседы. Но при этом можно взять большое блюдо с фруктами, поставить его посередине. И никто даже не поймется, какие это стул или пуфик. И у нас таких присутствуют аж две модели. То есть это полная квадратная композиция и круглая. Отделка идет одинаковая. Так же, как и у кресел и у диванов. Везде используются черты, элементы этого бренда. То есть на маленьких пуфиках и на больших композициях. Очень интересная модель. Кресла тоже очень удобные. То есть как бы они все идут очень мягкие. И если я не ошибаюсь, то узоры накладываются полностью из замши. Это тоже очень важный фактор. Интересная композиция нескольких брендов у нас представлена. То есть кровать и банкетка идет Корнеллио Капеллини. Свет у нас идет Визжане. Торшеры на прикроватных тумбочках у нас идет Эрмей. И маленькие столики с выходящими круглыми полустоликами идут от Фенди. Очень интересная композиция. Кровать сделана просто супер качественно. Я уже рассматриваю ее минут 15 с такими идеальными швами. Кстати, ткань здесь используется напоминающая модель Эдральдину. О которой все сейчас так часто разговаривают. То есть это специальный текстиль, на котором идут специальные такие выпуклые элементы мягкости. Мягкости, больше что-то напоминающие такой снег на текстиле. Также у нас используется здесь в элементах эко замша и металлические вставки в кровати. Металлические вставки мы уже посмотрели. Это нержавеющий металл. Он идет полностью без царапин. Очень интересная модель. И главное, что поставщик это уже третья модель света, которую выпускает поставщик для Визионера. То есть он полностью может создать любой свет от компании Визионера. Субтитры сделал DimaTorzok Массивность и элегантность. Ажур, люкс. Это все сочетание этой кровати. Во-первых, посмотрите на размеры изголовья. Я метр восемьдесят два. Это изголовье идет почти два метра. Таким образом, ваше вот так. и давайте еще покажем вам эту стену оформление просто шикарное посмотрите это у нас тканевые какой рисунок все колонны сделаны из чистой кожи оформление с ремнями это вообще просто как они могли до этого к догадаться металлические вставки кожа накладывается друг на друга и она полностью идет снизу и сверху извиняюсь перепутал немножко это настолько все это увлекательно что просто если вы это не видите вживую вы даже не сможете понять но я вам по максимуму пытаюсь написать что это просто то что вы нигде не найдете на наших рынках наших магазинах представлены те товары которые сейчас все повседневные мы вам хотим показать то что вы не видите нигде мы сейчас поднимаемся на второй этаж поставщику и заметьте что даже стандартные перила они полностью декорированы кожи насколько поставщик профессионально подходит к своей работе к своему делу все швы идеально ровные никто бы не заметил что даже стандартные перила можно сделать настолько качественно это не просто кожа это у нас идет замша замшевые панели и это у нас идет три больших стеллажа причем таким очень большим размером они идут почти что под три метра у нас здесь идет и к замша сто процентов это не кожа это и к замши у нас идет кстати вибристая поверхность тут и металлические ставки я думаю что все таки да это алюминий идет и причем и к замша вставки идут с как с лицевой так и с задней стороны оформления здесь а